МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Так, товарищи, здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – социальное развитие. Социальное развитие. Ну вот, давайте сначала я вас спрошу, что такое развитие, и каждый из вас сформулирует, как он это понимает. Давайте мы с вас начнём. Развитие противоположность деградации. То есть мне, чтобы узнать, что такое развитие, надо знать, что такое деградация. То есть узнать, что такое хороший человек, можно только узнав, кто такой подлец. А нельзя так вот, чтобы хорошего человека узнать, не обращаясь к этому подлецу. Потому что эта вот форма отрицательная, она правильная. То есть вы применили такой правильный приём, но вот в философии определённость, она выступает в двух формах. Так они и называются – реальность и отрицание. Например, можно сказать про человека умного. В двояком виде. Человек умный. А можно сказать – не дурак. Можно про девушку сказать – красивая. А можно сказать – не дурна. Значит, что значит не дурна? То есть надо пойти, сейчас уйти мне, встать, пойти, найти дурную. Привезти сюда и сказать – вот эта не такая. То есть при том, что вы, в общем, правильно идёте, так тоже можно делать. И вы как бы показали эту противоположность тому, что мы видим. А всё-таки непонятно, а что же такое развитие? Ну хорошо, будем других спрашивать. А вы что скажете? Что такое развитие? То есть я вот, если мы будем с вами спорить о том, что точно вы это слово слышали много-много раз. Правда? И употребляли много-много раз. Но мы правильно делаем, что мы те слова, которые на слуху и которые имеют большое значение, то есть которые являются ключевыми словами, то есть категории. Ключевые понятия – это категории. С помощью них строится вообще сознание. Поэтому мы должны не только так ощущать, где-то дважды два – это три, семь, четыре, одна. А вот мы должны знать, что это четыре. Так и здесь. Что такое развитие? То есть если вот деградации нет, то уже развитие, так нам предыдущие сказали. А застой может быть такой, консервация, застой? Нет, деградации нет. Просто я вот застыл, ни шага вперёд не сделаю, ничего, деградации нет никакой. Ну и развития нет. А я нашла. А? Вы объясняли, это развитие – это когда-то простого к сложному движению. А почему когда? А почему вы прибавили такое слово? Потому что вы сразу, вместо того, чтобы сказать, что это движение простого к сложному, а когда вы говорите когда, то хочется сказать зимой, летом, осенью, весной. Когда это же время? Совсем другая постановка вопроса. А вот здесь мы говорим о каком-то процессе, правда? А о каком-то движении. Какое движение? Низшего к высшему, простого к сложному. Философия вообще, в разных там визьях философии, и как всегда в философии многие на разных позициях стоят, есть и разные концепции развития. Есть такого рода концепции, которые развитие рассматривают как круговой процесс. Вот смотрите, так сказать, вот сейчас весна, потом последует лето, как известно. За летом пойдет осень, за осенью зима, и опять весна, и все вернется на круги своя, и опять, и опять, и опять. То есть развитие как? Дескать, все это уже было. Все это уже было и раньше, и тогда, и поэтому мы и читаем книги, и в старых книгах находим умные мысли, и в новых книгах находим глупые мысли. Так что все это уже было, и идет круговое движение несущественное. Это раз. Другая концепция развития такая. Развитие – это накопление количественных изменений. Вот особенно, если посмотреть, какие были отчеты о развитии Советского Союза, вот больше металла, больше хлеба, больше масла, больше мяса, больше машин, больше тракторов, больше комбайнов, байнов и так далее. Больше, больше, больше. А вот если человек все больше, 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 и что? Это означает, что развитие? То есть означает ли, если больше там машин, тракторов, угля, что развитие? А в том раз, вдруг начался процесс прямо противоположный и разрушился Советский Союз. Значит, отождествлять развитие просто с увеличением чего-либо. Вот если вы берете период переходный, который мы с вами уже рассматривали, становление, там понятно, что вот есть уклад коммунистический. А еще четыре уклада не коммунистические. Это госкапитализм, частнохозяйственный капитализм, мелкотоварное производство и патриархальное хозяйство. И по мере увеличения вот этого уклада идет развитие коммунистического. Почему? Потому что он как бы поглощает, вытесняет другие уклады. Но когда уже собственность общественная, разве может быть больше социализма? Его больше уже не может быть. Как может быть больше социализма? Никак не может уже больше. А такой лозунг был. Больше социализма. То есть, сведение, развитие просто к количеству изменений. А количество изменений не означает еще развитие. Можно иметь больше того, больше сего. И при этом может происходить деградация. И была такая концепция развития, которая сводилась к тому, что идет такой, как маятник в движении, в общественном. Сначала идет вот в одну сторону. Все идет, идет, идет. Потом раз, и пошло в другую сторону. Все, хуже, хуже, хуже. Потом лучше, лучше. Вы не расстраиваете, скоро будет хорошо. Если у вас хорошо, то не надейтесь, скоро будет плохо. А если у вас плохо, то не надейтесь, то радуйтесь, скоро будет хорошо. И так все время. Спрашивается, а кто-то переключает это движение. Нет ли какого-нибудь переключателя там, который сидит, то туда включит, то сюда включен. То есть, вот такие есть концепции развития. А вот эта концепция развития, которую вы совершенно правильно сформулировали, но мы еще не сказали, о ней то, что надо сказать обязательно, что это не просто такое движение низшего к высшему, а движение низшего к высшему через разрешение противоречий. Не бывает такого развития, с которым бы не были связаны противоречия. Поскольку это движение через разрешение противоречий, с одной стороной связана одна тенденция, а с противоположной стороной противоположная тенденция. То есть развитие – это борьба противоположных сторон, это противоречивое развитие, борьба противоположных тенденций. И поэтому в развитии выделяются две противоположные тенденции, которые имеют свое название. Как называется такая тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития? Прогресс, да. Видите, получается прогресс – более сложное понятие, чем развитие. Потому что, чтобы добраться до прогресса, надо понять развитие, понять противоположные тенденции. Вот та тенденция, которая совпадает с направлением развития – это прогресс. А противоположное как называется? Регресс, а применительно к общественным делам – реакция. Когда мы говорим реакционеры, реакционные тенденции, что это такое? А бывает такое развитие, в котором был бы только прогресс? Не бывает. Вот даже жизнь отдельного человека. Вот мы тут сидим, развиваемся. Причем вы развиваетесь, так сказать, в той части возраста, который, можно сказать, вы расцветаете здесь все присутствующие. А я принадлежу к той части населения, которое уже отцветает, скажем так, мужает или мудрствует. Как бы это красиво так подать, что вот, так сказать, все более мудрый и так далее. Но мы же понимаем, что всякое движение вперед и вверх сопровождается увеличением возраста, которое даже для самых юных представляется не самым уж приятным. Правильно? А есть ли такое движение когда-нибудь, когда оно не сопровождалось противоположным движением? Не бывает такого. Мы уже рассмотрели с вами, смотрите, становление там противоположных тенденций, изменения мы рассмотрели, то есть изменяется и сохраняется. А здесь в развитии прямо противоположных движений. Причем долгое время борьбу всякую общественную связывали с наличием классов. Классы были при рабовладении, классы были при феодализме, классы были при капитализме. Социализм тоже, вот Ленин его хитро так определял, социализм есть уничтожение классов. То есть бесклассовое общество, но классы еще пока полностью не уничтожены. Первая фаза бесклассового общества, в которой классы еще полностью не уничтожены. Ну хорошо, давайте представим себе общество, в котором вообще будут классы уничтожены, полный коммунизм. В нем-то как дела будут с развитием? Будет развитие связано с борьбой противоположности или нет? Вот у Сталина есть такого рода рассуждения. Он писал о диалектическом материализме и говорил, что всякое развитие – это борьба нового со старым. А борьба нового со старым может быть в искусстве, в литературе, в журналистике, может быть. То есть, хотя новое тут имеется в виду не то, что я сейчас вот на голове пойду, а имеется в виду, что новое передовое, а не то, что никем не виданное. Мало ли чем, взял и оторвал правый рукав рубашки, и уже никто этого и не видел. Лекции нам запрещено читать, так сказать, с оторванным рукавом? Да вроде не запрещено. Но как-то странно отвлекаться на это дело. То есть, борьба нового со старым будет ли она тогда, когда классов как таковых не будет? Будет социальное неравенство. Ну, вы возьмите литературу, искусство, любую сферу, технику. В технике борются люди за то, какую конструкцию взять в серию, мою или вашу. Я самолет делаю, и вы самолет делаете. Скажем, при Сталине была такая практика, было несколько конструкторских групп, и они работали независимо. А потом решался, ну, все равно, одни в серию, а других поощряют. А в следующий раз, может, и за ней дадут что-то в серию. Ну, вот поэтому у нас, получается, модели самолетов идут там. Вдруг Ту-104, а где Ту-103? Нету. А 102 нету. А они были разработаны, но они не пошли никуда. И вот вдруг Ту-104 пошли, потом Ту-114 пошел, а потом Ту-204. А где вот эти промежуточные? А они не пошли в серию. То есть и в технике та же самая проблема. И если смотреть на развитие как борьбу нового со старым, то особенно видна эта борьба. Вот я вам буду сейчас вопросы задавать. Если новое появляется, оно сильнее старого или слабее? Новое имеется в виду передовое. Не такое новое, что просто вот выдуманная какая-то глупость, которую еще никто не видел, не слышал. А новое передовое, когда оно появляется, оно слабее старого или сильнее? А? Вы ростки видели когда-нибудь? Да растопытайте, ростки-то ничего не столько. Что вы говорите-то? Вы маму с ребенком видели, нет? Кто сильнее? А если мы говорим о каких-то более материальных, более технике? Ну, хорошо, новое в науке, в культуре рождается в скольких головах? В одной. Ну, возьмите вот науку, вот в науке, да? Вы написали диссертацию, ну, кандидатскую какую-нибудь. Вот сидят такие вроде меня, что нам в совете? Что, вы пришли, вот это, начинаете доказывать, что вы первый, да? Новый, да? Да видели мы это все, знаем это все. Поэтому если у вас слабая диссертация, ну, мы там сидим, читаем, я свое читаю, потом голосование, я проголосовываю. А если там вы что-то серьез? Ага. Ах вы, значит, новое тут, не согласны с тем, что надо было. Раз, там. Сколько нужно голосов, какой процент голосов, чтобы ваша диссертация не прошла? Чтобы прошла. Не знаете? Скажу, две трети. Теперь скажите, пожалуйста, что это за кое новое, чтобы за него сразу две трети проголосовало старых? Такое бывает? Бывает, в двух случаях. Когда это никого не интересует, то есть никто всерьез не принимает. Или человек уже, вот, 10 раз уже, у него очень много работы, он уже все знает, и он уже давно ученый, и только вот он что-то ему говорит, ну, что ты до сих пор не защитился? Уже все знают, что он уже ученый. А он все, и ходит, и ходит, и говорит, да, это некогда, и вдруг там у него уже 200 работ. И вот он защищается, и все говорят, а почему не докторская? А докторская, это еще хуже. Вот, допустим, вот мы сидим, профессора, а вы пришли, вот она, докторская, хочет вот с равной, со мной стоять. И говорит, у вас этого не было, правильно вот это. Ну, я вычеркну, и все. А наших сколько? Две трети? Вам надо две трети набрать. Можно за новые набрать две трети? Новые еще никто не виданые. Как это может быть? Ну, подумайте сами. Ну, новые две трети. Надо или вам постареть, или нам умереть. Ну, что-то, как вы так представляете? Эта речь. Ну, ростки какой. Представьте, вот бамбук, какое прочное рассеяние. Ну, если они появляются, ростки, бамбук, вот так вот просто оторвете им голову, да и все. И в суп положите, вот съедобный, он, кстати, бамбук молодой. А дуб? Вон, дубки вырастают маленькие. У нас во дворе, где я живу, на Втором Морнишке, у нас там время, место отдыха в фетербургской буржуазии, и там очень много зелени, и здорово, и ставят дубы, вот эти большие. И дубы, и тополя, и вот этих тополей серебристых. Много вырастает летом, вот такой вышины. Ну, прям пересаживай и сажай всю улицу. И дубки вот такие, потому что дубы сыпят, и сыпят, сыпят, и сыпят, желудей. Много-много. Вы видели, что кто-нибудь посадил в городе Ленинграде дуб? И все говорят, вот Петр посадил, сестра Рецкая, ареал дубов. Ну, Петр посадил, а вы еще не можете посадить, а вот они сыпятся только. Ямку выры и огороди. И все это всхожесть прекрасная. Большие, желудя, хорошие. Так, приходят косарии с этими блоками. И это же вот трава газонная, именно потому что ее срезают, она безголовая. В том смысле, что срезали ей голову, она все равно размножается веедативным способом. Ну, а васильки, допустим, или ромашки, или там все цветы, которые мало-мальчики. Ну, а дубы, если вы срезали дубы, вот они такие дубки стоят, хорошие такие листочки. Жиг все. Много, сотни. Нету. Этих тополей серебристых. А вы доказываете, что новое сильнее старого. Это вы попробуете вы дуб такой срубить, то вы замочитесь его рубить. Когда стоит вот такой дуб, да? Мощный. А, молодой дуб. Вот я вот шел сейчас на работу и встретил товарища Протопопова, у которого я был оппонентом по докторской диссертации. Он прекрасно написал диссертацию по гегелевской философии. Категория ничто и отрицание классической немецкой философии Гегеля. Наш ученый совет, нашего института, философия его утвердил. Приехали, значит, в Ваке его, вызвали в Вак, а из Вакова в институт философии, там экспертная группа толковых людей дала положительный отзыв, а какая-то мадам там, Матрашилова есть, Матрашилова, Матрашилова, нет, он не годится, то все. И он не получил двух третей. А надо две трети. А раз не получил двух третей, и все. У меня на совете был случай, где звание, а звание решался вопрос. Какие-то химики нашлись, которые стали голосовать против. Треть набрали, чуть-чуть больше трети, и звание я не получил. И потом снова зовут. И дети, и дети. А я говорю, зачем я пойду? Должность у меня профессор, а звания пока не было. Должность у меня с 90-го года. Вот на первый раз на звание позвали. Думаю, если я сейчас пойду на звание, опять мне будет не прошел. И скажут, дважды человек подавал на звание, оба раза не прошел, надо увольнять его. Логично? Логично. Не, подойдем. Я подождал, когда будут выборы на должность профессора, а на должность профессора больше половины надо. А больше половины я все... Нашего большого ученого совета. Я собирался, по-моему, спокойно. Большинство там, на старший ученый совет, большинство проголосовало. И что получилось? Я два раза уже на должность профессора прохожу, а звания нет. Поэтому, когда я подал после этого на звание, ну, там уже они не набрали треть. Мой коллега, доктор экономических наук долгов, дважды прокатили его на звание профессора, а после этого он получил и стал первым проректором университета у нас. Ну, очень сильный, крупный специалист по потребительно-остомостной теории экономической, что надо брать не по затратам, а по экономии у потребителей, оценивать технику. И это обычное дело. И даже, в общем, понятно, ну, как может, чтобы за новое, ну, новое рождается в одной голове, в двух головах, как может быть, что сразу две трети за это? Или вот если уже много-много-много книг, работ, уже все об этом пишут, уже, как говорится, деваться не буду. А как иначе? Нет. То есть новое, вообще все знают, что новое, когда рождается, когда рождается на слабе. Ну, это ребенок-то грудной, ну, что тут, как можно тут говорить? Я даже удивлен, с вашей точки зрения. Что вам показалось таким новым, таким прочным? Привидите хоть один пример. А? Вот вы сейчас новая, а я старая. Ну, и что, вот я у вас, и вы у меня будете экзамен принимать, или я у вас буду экзамен принимать? А у нас права сумасшедшие. Ну, куда вы пойдете, если я вам поставлю блогу? Давайте я подумаю. Куда? Вы попросите комиссию создать. Ну, кто будет в комиссии? Ваши друзья или мои друзья? Ну, подумайте, вы же уже взрослый человек. Не, они принципиально будут решать. Они очень принципиально скажут, Михаил Азиевич, какой вы либерал? Давно надо было выгнать ее. Уже на том занятии, на котором она сказала, что новая сильнее старого. Вот так? То есть, вот надо в этом вопросе... Вот не надо так вот сглаживать. А как журналисты должны спрямить эту неприятность в жизни? Не надо их спрямлять. Надо их раскрывать. Правильно? Так вот, новое, передовое, передовое, не такое новое, что что-то выдумал глупое, а вот передовое, оно, когда рождается, ну все, вот новые изобретения, новые научные... Ну что сделали с Джорданом Бруно? Это я про вас говорил, там, подумаешь экзамен. Да плевать на него. А вот Джорданом Бруно сожгли же его на костре за то, что он доказывал, что не солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. Это исторический факт. Ну сожгли же его. Как это он такое говорит? Что же тут непонятно? Ну смотри, вот здесь вот на Востоке встает солнышко, и идет, идет, идет. Каждый нормальный человек, здравый смысл-то о чем говорит? Это сейчас, когда он показывает, что видят космонавты, или можно, как видится Земля из космоса, или болтается там уже черт-те сколько спутников уже на каждом грузовике, и на каждой машине есть аппарат, который через спутники дает вам всю карту и так далее. Сейчас уже, кажется, легко это доказывать. А раньше в то время. То есть первоначально, когда новое появляется, передовое, оно всегда славее старого. Это первое положение. Мы немножко с вами поспорили. Я надеюсь, я вас, ну если не убедил, то поколебал. Особенно сославшись на экзамен, это сильный, у меня есть аргумент. Не сильно научный, но организационный. Так. Дескать, прорвался в этих профессора, а теперь начинает молодежь принуждать, душить, не пущать. Теперь второй вопрос. А кто побеждает в борьбе? Сильнейший или слабейший? Сильнейший. Сильнейший. Значит, новое, когда появляется, будет в этой борьбе жизненной что? Выигрывать или проигрывать? Проигрывать. Проигрывать. Но! Это же не вообще новое, а новое передовое. То есть оно будет проигрывать, но его нельзя уничтожить совсем. Правильно? Потому что оно из каждого поражения, делая уроки, набирает силу и становится все время сильнее и сильнее. Оно крепнет в своих поражениях. Вы меня бьете, а я крепчаю. Это нормально же? Привожу пример из собственной практики. Написали мы в 90-х годах, в 91-м году, книгу, противоположную той книге, которую написал Гаврила Попов, мой однофамилец. Что у него была книга про десоветизацию, про деколлективизацию и так далее. Де-де-де. А мы написали книгу «Выбор нового курса». Доктор экономических и доктор философских наук Ельмеев, заслуженный деятель науки. Вот тот самый Виктор Георгиевич Долгов, который был главным редактором «Народной правды» в 91-м году. По 96-й. С 96-го я вот главный редактор. И я. Книжкой вышла издательствием мысли, тиражом 50 тысяч экземпляров. Большим. И газета у нас большим тиражом выходила. В том числе в 2000-м году она вышла миллионным тиражом, когда выбирали Яковлева. И брали не Собчака, а Яковлева. И вот в нашей университетской газете, это близко журналистики, которая много про нас хорошего писала, и про меня тоже. Вышел вот такой разворот книга. И смысл этого разворота в том, что книга, вот эта, Долгова, Ельмеева и Попова, готовит военные перевороты. Это в университетской газете. Для пущей важности нарисован танк, и на нем висит такой вот картонный такой вот квадрат. На нем написано ОФТ, Объединенный фронт трудящихся. Ну и вот, так сказать, мы как чего ожидали? Ну что бывает после таких выступлений? Могут нас и попросить отсюда. Хотя это не так просто было тогда, потому что все-таки мы по конкурсу прошли, там и так далее. Есть достаточное количество работ, но тем не менее это не самое главное. И вот, так сказать, мы ждем, что сейчас будет какая-то развязка. Развязка могла быть и такая, чтобы нас бы и уволили. И вот товарищ Ельмеев, который из нас самый заслуженный, идет в Петровский зал наш на заседание ученого совета университета, где он состоял, встречает его профессор какой-то и говорит, при большом скоплении народу, у нас там самого, так сказать, авторитетного народа, ученый совет университета. Василий Яковлевич, из вашей книги выползают танки. А Ельмеев ему отвечает так. Да, из нашей книги выползают танки. А из вашей книги говно. И как-то весь процесс остановился. Никаких последствий не было. Все закончилось. Так все тихо, мирно и пошло. Бывает всякое. То есть, не то, что где-то там вообще. И не где-то там, и здесь, в связи с применением средств журналистиков. Мы выражены были газетой российской, общественно-политической. А местная, наша родная, тут, значит, применила тоже вот такое сильное орудие. Ну, вот так все разрешилось юмористическим путем. Ну, так, не совсем нормативной лексикой, я бы сказал. Ну, и сегодня это считается вообще просто чудо. Идем дальше. Значит, короче говоря, новое, оно не пропадает. Получая поражение, оно крепнет в этих поражениях. И в итоге мы получаем такой прекрасный, красивый вывод, что потом новое начинает систематически теснить старое, и вот это передовое начинает господствовать. Так? Я правильно излагаю? И это конец? Или дальше можно досмотреть? Что дальше будет? Счастливый конец, да? Вроде такого, счастливый. Но появляется новое. По отношению к этому, которое побеждает. И по отношению к этому новому, вот это наше новое, которое успешно тут все завоевало, все позиции, силу получило, является старым. И процесс повторяется сначала. Да ладно тут вот журналистам. Мне приходилось вот по этой проблеме выступать в Доме полиспросвещения перед драматическими артистами. Причем внезапно меня заведующий Домом полиспросвещения говорит, Михаил Отеич, лектор не пришел. Можете вы им час лекцию прочитать? Я говорю, кто такие? Драматические артисты. Драматические, да, тяжелый случай. Ну попробую. Я вот им стал рассказывать вот это. И говорю, давайте я вам про коммунизм расскажу. Все равно вы не будете жить при коммунизме. Хоть там и написано, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Но вы, скорее всего, не будете. Давайте я хоть вам про это расскажу. Им это все рассказал. Ну, а вывод сделал такой. Ну, значит, вы поняли, что будут трагедии. Трагедии всегда будут. Классов не будет. Того не будет, этого не будет. А трагедии будут. Драмы будут личные. Если будет наука, культура, искусство, везде будут драмы. На производстве, в семье. Иначе не бывает. Поэтому вы будете все время. У вас рабочие места никто не отнимут. Они успокоились и похлопали. Я, так сказать, выручил дом болит просвещения. Товарищи успокоены. Пошли драматические артисты выполнять свои функции. То есть, какой мы вывод получаем? Что если мы развитие рассматриваем как борьбу нового со старым, то мы должны понимать, что вот такого стихийного развития, которое само собой идет, без сопротивления, без противостояния, просто быть не может. Хочу вам привести такой пример. У нас, поскольку люди не всегда берут первоисточники, а берут и пользуются отраженным светом, у нас иногда складываются какие-то мифы насчет того, что было. Вот, дескать, у нас товарищ Сталин утверждал, что по мере социалистического строительства, развития социализма обостряется классовая борьба. Не слышали такое? Нет? У меня это была такая ситуация. Я веду занятия на экономическом факультете. И вот, значит, изучаем мы эту проблему. Вдруг один товарищ встает, студент, и говорит, а вот, а Сталин говорил, что по мере социалистического развития обостряется классовая борьба. Я говорю, что-то, по-моему, Сталин нигде этого не говорил. Что это вы взяли? А вот я читал. А где это вы читали? Он говорит, я читал это в учебнике. Ну, берите, говорю, вот идите сейчас в библиотеку. У нас уже все библиотеки распотрошили, сейчас у вас-то остались тут? Остались? Ну, вам повезло. Ну вот. Пошел он в библиотеку, приходит, вот. Я беру книгу, там написано. На февральско-мартовской пленуме Сталин выступил с заявлением, что по мере развития социализма классовая борьба обостряется. Я говорю, так, ну ладно, мы этот спор с вами пока оставим. Я к следующему разу, я вот посмотрю материалы февральско-мартовского пленума и вам. И вот пошел я в библиотеку Академии наук, благо нарядом. Достал там эти материалы, благо, так сказать, не проблема их достать 1937 года. А там написано у Сталина, что вот, когда завершается переходный период, и тогда вот те силы, которые надеялись, что социализм сам лопнет, имея в виду, было такое движение смены веховства, смена веховства. И представители его говорили, ну, это же, этот проект, он не получится, поэтому надо поддержать большевиков, пусть они это делают, двигаются, и все придет к краху. А когда завершается социалистическое строительство, они поняли, что этот крах не получился, и идут в последний решительный бой. Они вовсе не собираются жить при социализме. Они на время, так сказать, затихли и ждали, чем дело закончится. А теперь, когда завершается социалистическое строительство, они выступают, и поэтому при завершении социалистического строительства обостряется классовая борьба. Не с развитием социализма, а при завершении социалистического строительства, когда заканчивается переходный период. То есть, когда вот мы с вами боролись, боролись, а вы поняли, что у вас другой надежды нет, и возможности больше нет, надо сейчас выступать, потом будет вообще поздно. И вот тогда обостряется. Причем это подтвердили события во многих странах, и в ГДР, и в Чехословакии, и в Венгрии, и в Советском Союзе. Поэтому на февральском и мартовском плене было одно, а в учебнике написано совсем не то. Неправильно. Но это тоже проявление борьбы. То есть, например, исказить то, что было на самом деле, это один из приемов борьбы. То есть, в борьбе нового со старым подчинено все, любое развитие. Не бывает развития борьбы нового со старым. И подразвитием мы в таком самом абстрактном общем виде понимаем движение низшего к высшему, от простого к сложному, но это не должно пониматься как движение по ступенькам. Есть такая длинная лесенка, и там разные этапы, например, ранний социализм, развитой социализм, недоразвитый социализм, переразвитый социализм и так далее. Это все глупости, потому что весь социализм, это что такое социализм? Это коммунизм в его первой фазе. А другими словами, такой коммунизм, который еще только вышел из старого строя, и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, носит отпечаток того строя, из которого он вышел. Так понимается первая фаза коммунизма Марксом в критике Готской программы и Ленином в государстве революции. То есть это не какой-то отдельный строй, а это коммунизм, но молодой. Скажем, молодая девушка это человек или не человек? Нет, говорит, это не человек, это девушка. А что, неинтересное дело. А молодой человек тоже не человек? Он лягушка, что ли? Как может молодой человек не человек? Человек. Молодой коммунизм, что не коммунизм? Молодое бесклассовое общество, классовое, что ли? Оно тоже бесклассовое, но классы еще полностью не уничтожены. В этом и есть родимые пятна. И так далее. Так что вот социальное развитие всегда связано с борьбой о предположенности. Теперь, а какие социальные силы связаны с этими противоположными сторонами? С этими противоположными тенденциями? Значит, социальное развитие у нас идет каким образом? В рамках одной формации или путем перехода от одной формации к другой? Значит, сначала социальное развитие долго шло в рамках первобытно общинного коммунизма. В чем оно состояло? А в том, что совершенствовали соорудия труда и все больше и больше добывали средств для жизни. И увеличилось население, количество людей увеличивалось. И тем самым приближался такой момент, когда уже один человек мог создать больше продуктов, чем только для того, чтобы прокормить его одного. И когда уже один человек мог, когда средства производства настолько уже усовершенствовались, что один человек мог прокормить двух-трех человек, стало возможным рабовладение. Так? А могло быть рабовладение до этого? Не могло быть, потому что вот вы меня поймали в ходе битвы двух племен. Я потерпел поражение. Вы можете меня оставить, так сказать, живым? Не можете, потому что заставить меня работать бесполезно. Я могу сделать только то, что хватит на мое пропитание. А если вы собираетесь работать и меня кормить, ну это довольно глупо. Вы умрете, а я буду жить. А вы победили. Ну как так? Значит, кончается дело очень просто. Закалывают. Точно так же, как в некоторых урехах народов был такой обычай, когда старики уходили вовремя. Когда они не могли уже работать, они уходили и умирали там. А почему? А потому что надо кормить вот этим молодым, у которых сейчас дети уже. Или этих стариков, или этих вот детей. Ну и что делать? Ну вот, понимающие родители делали вывод, что надо идти в горы. И на этом-то прощались. Своими детьми и внуками отправлялись. Потому что другого выхода нет. И сейчас уже мы отголоски это увидим. Вот даже мой дорогой дипломник, товарищ Кудрин, который возглавляет Центр стратегического развития, ему поручили думать, как повысить темпы роста. Он ничего другого не придумал, кроме как увеличить возраст выхода на пенсию. Ну, прямо вот беда вся в пенсионерах. Вот из-за пенсионеров установилось все развитие нашей страны. Не из-за того, что новую технику не внедряют, не из-за того, что не накопляют часть прибыли, не из-за того, что вовремя не заменяют новой техникой на передовую, не из-за того, что не финансируют новые проекты, потому что недоступны у нас кредиты, потому что сумасшедшая ставка 9,75%, тогда как в Америке 0,75%. И не из-за того, что у нас плоская система налогоблажения, деньги государство не берет, тьма этих денег, тьма. И об этом свидетельствуют последние данные, которые я вот получил после нашей с вами встречи. Потому что свежие есть данные о том, что при том, что у нас заработная плата наших работников 92,5% от реальной зарплаты, от того, что было в 2013 году, а доходы 90,5% от того, что было в 2013 году. Но количество долларов, прирост долларов миллионеров 10%, при том, что в Европе падение на 4%, а в мире прирост только 3%. Мы втрои обгоняем весь мир, гордитесь. А доли долларов миллиардеров у нас рост 11%. Я не вижу радости на вашем лице, но улыбка уже есть. Чем-то надо же вас как-то порадовать. Вот я порадовался тоже за Россию, молодцы. Так здорово. И вот дальнейшее развитие, скажем, тоже самое рабовладение, оно же шло тоже через борьбу противоположностей. Как вы думаете, рабы так с удовольствием работали, или норовели убежать, поднять восстание? И мы даже знаем очень крупное восстание Спартака, и до сих пор у нас есть команда Спартака. В память об этом восстании рабов. Так? Ни о чем же, ни о другом же она. А не о шоколаде Спартака. И шоколад белорусский Спартак продают. С высоким содержанием какао-масла и какао-бобов. А дальше? А дальше разве не было восстаний Степана Разина, Кондрата Булавина, Емельяна Пугачева? Боролись. Крестьяне против крепостничества. А разве не поднялся цвет, можно сказать, дворян феодального класса против крепостничества? Это восстание декабристов. Саша, лекции не могу говорить, лекции у меня. Вот. Это же борьба. Почему, какая борьба? Казнили декабристов, сослали часть, а потом через 36 лет взяли и освободили. Сам царь. Так а что тогда вы наказывали? А вот борьба такая шла. Противоположность. Какой класс тогда был передовой? Когда вот рождалось рабовладение, передовым был класс рабовладельцев. Он нам может не нравиться, но развитие науки, культуры, образования и подъем искусств в расцвет. С чем был связан? Вот с разделением труда. Одни только работают, а другие занимаются науками, искусствами. И это заложило основу для дальнейшего развития всего человечества. Правильно? В противоречивой форме, но заложило. Теперь во время феодализма какие прекрасные творения созданы архитектурные. Пойдите, посмотрите. Пусть покажут нам в капиталистическое время. Создали такие? Не могут в капиталистическое время. Там наши главные деньги. Это же дорого. Дорого. Такие стены, такие красоты. Нет, надо быстро построить, деньги получить и убежать, потому что грухнет без вас. Что создали-то в архитектуре? То есть это связано уже с тем, какой класс. Буржуазия была передовая, зато она подняла промышленность, она развивала производство, научно-технический прогресс, применение научных достижений в производстве. Это все было. Вот она была передовым классом. А рабочий класс? Рабочие классы, крестьянство помогли взять власть. Потому что кто участвовал в буржуазной революции? И во французской буржуазной революции участвовали представители рабочего класса и крестьянства. И у нас в буржуазной революции кто понес жертву? И кого похоронили-то на... У нас на... На Марсовом поле. Кого? Ну это не буржуазии же мы похоронили там. Там были люди из других сословий, более бедных, которые обеспечили диктатуру, переход к диктатуре буржуазии. И что сделала буржуазия, когда получила эту свою диктатуру? Она приняла приказ о том, чтобы в смертной казни приговаривать тех, кто убегает с фронта. Вот с этой бессмысленной бойней, где народы одного государства убивали, народы другого государства. Ну понятно, когда к власти пришел новый передовой класс, рабочий класс, он все сделал, чтобы мирной была революция. Правда, мирная же прошла в Петрограде. Никто не пострадал. Потому что Петроградский гарнизон был на стороне большевиков. Была Красная гвардия, Аврора пришла. С войск Северного фронта 500 человек особо, а то отборных солдат пришли для того, чтобы участвовать в вооруженном бассане. Поэтому бессмысленно было сопротивление. На стороне Временного правительства был женский батальон и юнкера. Ну что они могут против Петроградского гарнизона? Ну, есть, так сказать, и погибшие, в том числе и среди тех, кто наступал. И в парке Лестехнической академии они захоронены. Там их несколько человек, буквально единицы. А так вообще превалюция была совершенно бескровной. И что дальше? А дальше, как может, противоположный класс? Вы будете ему рассказывать, что это более передовой строй, а он, у него отобрали. И у одних земли, у других заводы. Или еще не отобрали, собираются отобрать. Власть отобрали. И они пошли в последний решительный бой. И поэтому становление этого нового общества, Советского Союза, вынуждено было пройти через этап гражданской войны. А ведь Краснова, который разговаривал с Лениным и дал ему честное слово, что он не будет поднимать, создавать войско белогвардейское, он дал честное слово офицеру и тут же его нарушил. Сразу поехал на Дон и стал создавать. Разбязалось гражданской войны. А кто в ней победил? Ну, ясно, что вот новая, передовая, она не сразу побеждала. Правда? Ну, а вот в этих поражениях она действительно окрепчала. А поскольку главным фактором было то, что большевики были единственной партией в Европе, которые выводили свой народ из войны. Это раз. Второе. Крестьяне получили землю долгожданную и распределили ее по едокам. Рабочие получили рабочий контроль. То есть трудящиеся населения, огромные его массы улучшили свое положение и немедленно, и поэтому они в этой гражданской войне победили. Более того, и военные, более талантливые, более серьезные, более квалифицированные пошли служить в Красную Армию в качестве военных спецов, а не в Белую. Почему? А потому что Белую Армию поддерживала Антанта. А это правительство, которое им не нравилось, но это было российское правительство. Мы, говорит, служили российскому правительству и будем ее служить. Мы не будем служить иностранному государству. Более мелкие военные чины пошли служить Антанте, то есть иностранным государством. И проиграли. А главным фактором было то, что Деникин двигался к Москве со своим большим войском, вешал крестьян, которые начали обрабатывать новые земельные участки, которые они получили, и отбирал землю. И по мере продвижения к Москве армия Белая все хуже и хуже воевала, а Красная Армия все лучше и лучше. Потому что в Красной Армии были крестьяне, в Белой Армии были крестьяне, и они составляли основную массу и той, и другой армии. Поэтому это, так сказать, происходило в порядке борьбы. Если вы возьмете период социализма, а не переходный период, хотя в переходный период понятно, что это становление, а в становлении мы знаем, есть кроме возникновения, есть еще и прихождение. То есть попытки уничтожить то, что создается, попытки создать то, чего еще не было, они сталкиваются друг с другом, и это проходит через все общество. А если вы возьмете социализм, при социализме есть противоречия? Вот мне приходилось специально доказывать в своей докторской диссертации, в книге «Планомерное разрешение противоречия развития социализма» как первой фазы коммунизма, что именно потому, что это низшая фаза коммунизма, коммунизм, в котором есть родимые пятна старого строя, здесь есть противоречие. Противоречие между коммунистической природой социализма и вот этими родимыми пятнами. Противоречие, то есть отрицанием коммунизма в нем самом. Противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, которая рождает тенденции к усилению товарности и ослаблению непосредственно общественного характера производства. Противоречие между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе. Поэтому наряду с линией на обеспечение приоритета интересов рабочего класса имеются попытки установить приоритет других интересов, который, между прочим, сейчас закончился тем, что сейчас какое у нас приоритет личности в обществе царит? Личных. Если я принципиальный человек, о чем я должен думать? О чьих интересах? Общественных или личных? Если я принципиальный. Ну у нас какой принцип сейчас главный? Приоритет интересов личности. Вы конверт видели почтовый? Там что написано сверху? Россия? Нет. Иванову. Потом улица, дом, дом, улица, город. А потом Россия. И вот эти почтари, так сказать, снизу читают потом, потому что все равно приходится распределять от общего к частному. И вот я стал министром. Я принципиальный человек? Я принципиальный. Я стал министром. И вот вы ожидаете от меня, что я не буду бороться с коррупцией. Но я зачем? У меня какой принцип? Приоритет личных интересов. Вот пока я министр, я должен позаботиться о ком? О себе дорогому. Ну правильно? Это логично же. Поэтому, когда люди думают, как можно бороться с коррупцией? Как вы можете с ней бороться? Потому что, если вот такое построение общества, оно коррупцию постоянно порождает. Скажем, в социалистическое время коррупции практически не было. Скажем, в Китае, там переходный период, там тьма этой коррупции. Там тьма этих капиталистов. Тьма тех капиталистов, которые пролезли в партийный аппарат, государственный аппарат. Поэтому там есть много коррупционеров. Их расстреливают или пожизненно заключают. Приговаривают пожизненное заключение. А у нас что делают с коррупционерами? Да ничего особенного такого и не делают. Вот что делал товарищ Медведев с коррупционерами? Он придумал такой принцип. Давайте, говорит, не будем уголовное дело заводить. А давайте будем брать, установим кратность взяток. Вот вы взяли, допустим, миллион взятку, а мы вас на этом поймали. Тогда мы вас судим и даем вам 5 миллионов штрафа. Вы должны сдать 5 миллионов. Вы отстаете из кармана 5 миллионов и уходите свободно. И у вас судимости нету. Уголовной ответственности нету. Вы просто заплатили, расплатились и пошли. А оказывается, взятку вы берете по миллиону каждый месяц, а поймали вас на одной. Вы, значит, берете 12, отнять 5, получается 7 миллионов. Очень даже выгодная работа. Это как бы издержки производства. Ну, приходится иногда, на один раз поймают в год. Отдал 5 миллионов, осталось 7. Очень даже доходно. Вот это бизнес. Высокий процент. Вот. То есть, что мы должны с вами усвоить по результате изучения этой темы? Что всякое развитие связано с борьбой нового, со старым, передового, со отсталым, отстающим. И оно идет против силы традиций старого общества. И это затрагивает и образование, и культуру, и литературу. И все сферы, и науку в том числе, и производство. Все сферы нашего общества. И если мы хотим что-то в обществе объяснить, мы должны видеть эти противоборствующие силы и те интересы, с которыми связаны их действия. Сводить к экономическим интересам и ставить вопрос, кому и что выгодно. И кто за что поэтому будет бороться. Хотя, отдельные индивиды могут бороться вовсе не за интересы своего класса или слоя, а переходить на позиции других слоев и классов. Ну вот на этом мы сегодня и закончим лекцию социального развития. Так, вот я вам сейчас продиктую свой телефон. Мой телефон 8-921-939-60-99. А 9-39-60-99. Вот последние цифры 9-39-60-99 можно звонить без 8-921, у меня городской номер. Вот. То если вы будете задерживаться, вдруг как вот сегодня, то вы позвоните, чтобы тут мы неизначально ушли. А то мы уже начали там оборудование собирать. Так, у меня же здесь занятие, перед вами журналистов. У нас каждый, вот перед вами у меня две пары журналистов, вы третья пара. Так что там... Да, в случае чего звоните, мало ли какие будут вопросы. Продолжение следует...